Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дискард Зоолок, ничего необычного Дискард Зоолок, причем Знаешь, я когда увидел эту колоду Я хотел найти тут квест Но я его таки не нашел Они всегда игрались без квеста По сути, вот такую колоду, если ты вспомнишь, привозил как раз Джеки Чан Как раз в стены Тейк ТВ на тот самый Сидсторик Кап Который он выиграл Чисто один в один эта колода По-моему, за редким исключением Но прям очень это похоже Дека именно на ту самую дечку Джеки Но в любом случае Эта колода должна хорошо играть с Джейд Друидом Джейд Друль всегда сыпался от Зоолока И тем более от такой редакции Зу Чернокнижника Который является такой помесью С Дискард Варлоком Это будет действительно грозно для Оранжей По идее, вообще против лайнапа Бостона Оранжу на Джейд Друиде Будет тут крайне тяжело побеждать По опыту, вот такая колода Она еще более быстрая То есть это очень агрессивная дека На полном серьезе Она очень быстрая Тут Друльеву действительно будет невероятно тяжело И вот Водящая Тварь Это одна из тех карт Которые прям идеально заходят Со старта с ними тяжело что-то сделать Все-таки статы 3-6 Крайне неудобны для твоего оппонента Вот только под сброс хотелось бы Что-то полезное получить А не те карты, которые есть сейчас в руках у Бостона Да, ну а если кто развалился на диване Ему лень вставать и прожимать воскресательный знак колоды То немножко расскажем о этой деке Крайняя карта это Думгвар Тот самый Страж Ужаса Ничего тяжелее нет Вы тут не найдете ни дека Никаких там кобыл Не знаю возможно шестых дропов Хотя опять-таки была вариация Я видел в ладере играть с шестерками Которые возвращают карты Которые вы сбросили Но это все Это слишком медленно для этой колоды Но это слишком медленно И действительно Бостон решил играть в максимум агрессии Помимо этого в его лайнапе присутствует Агрессивный Мурлок Паладин В паре с Мурлинзей Третья колода это Темпа Маг Из примечательных карт тут есть Превращение Оно же Хекс Оно же Полиморф И последнее все это Оно не Хекс, Михаил Оно просто Полиморф Полиморф, Полиморф Хекс у Шамана Согласен, Александр И закрывает Еще у Шамана что? Три руки У Шамана три руки Есть такое дело И последнее все это дело Закрывает у нас комбо Жрец С возможностью ОТК комбинации Действительно Убийственный для Джей Друида Лайнап Я не представляю Как Оранж будет выигрывать И тут нужно ловить Неимоверно крутые Голдфиши Ну и при этом Комбо Жреца мы как раз Не увидим в лайнапе Бостон Оранж не сыграет На своем Варлоке Итого Джей Друид Самое слабое звено С чего он и открывается Попытка как бы Победить сразу На этой колоде А если уж пойдет То тогда уже Оранж свапнет Деку на Мурлок Паладина Либо комбо Дракон Пристам Победитель отправляется В плей-офф Проигравший еще будет Играть один матч Сегодня попозже За выход Из группы У Бостона шансы Просто великолепные И посмотрим Как он это сумеет Реализовать Представитель команды Краунс Да У Оранжа Отправляется в бан Именно его Варлок И он сыграет На таком же комбо Дракон Шрицена Мурлок Паладине И соответственно На оставшейся колодке Которую вы видите Прямо сейчас В его руках Которая собственно И может стать Охилесовой пятой Понимая это Представитель команды А Лайн забирает Именно Друля первым Пиком В свою очередь У Бостона Сейчас На столе Две воющие твари Это конечно круто 3-6 Провокации Были бы Было вообще замечательно Но Сами по себе Это уже 6-12 статы Проблема в том Что стол Ты не доминируешь И не контролируешь Как бы тебе хотелось У Друида 27 дней здоровья По монокристаллам Он тебя обгоняет На целых 2 У него есть еще рам Выход на десятку Каким образом Бостон будет тут Тащить пока непонятно Играешь четверку Топишь в лицо Просто фейс И мы забыли Про стол Напрочь Да Оппонент Вынужден сам Меняться Если ты завязнешь Сейчас В разменах Ты эту игру Никогда не выиграешь Понимаешь Тут такая колода Которая Не может Как-то играть С друидом В контроль стола На первых ходах Для того Чтобы задоминировать На столе И после этого Уже как-то Переходить в агрессию Согласен с тобой Просто не имеет права Вот только один ход Это распорядитель Кристаллов Пробав И на 8 в лицо Как бы тут Бостон не думал Чтобы не пытался Как бы еще прокрутить Единственный Возможный ход Согласен с тобой Бостон И Теперь ход От оранжа Давай думать Каким образом Именно игрок Из Швеции Сможет Забирать Этот неприятный Стол Зоолока Одну из Воющих тварей Ты можешь забрать Так что ты можешь Забрать 5-4 Распорядитель Кристаллов Почему бы и нет Напоминаем Друзья Вот все эти карты Которые возможно Кто-то позабыл Воющая тварь 3-6 После каждого раза Когда она получает урон Дискардит у вас Из руки Одну карту Распорядитель кристаллов 5-4 Дает всем вашим демонам На столе Плюс 1-1 В руках Не знаю Возможно Кто забыл Про библиотекаря Замечательная картонка За два кристалломана Причем Два библиотекаря Один Собственно Кобальт библиотекаря Второй Библиотекарь Тимнолесья Да Кобальт библиотекарь Наносит вам Две единицы урона И дровает вам карту А вот библиотекарь Тимнолесья 3-2 Наносит Вам Поражение В виде Что? Убирания От моей карты Из руки Было бы весело Сразу поражение Вашему оппоненту И Вы выигрываете Михаил Как вы подготовились Все карты Помните? Помню Помню Хотя Знаешь На самом деле Вот вроде как Карты Ну Мелькают Но на самом-то деле Древние боги Вышли 2 года назад Представляешь Сколько времени уже прошло? 2 года? Или год Подожди Год назад Но прошло уже 2 года Год за 2 идет Михаил Год назад Унгора вышел? 2 года назад Весной 2 года назад Вышли Древние боги Игорь Серьезно ты сейчас говоришь Михаил? Не смотри на меня так Пожалуйста Хорошо Пусть будет год За 2 Ну смотри Но было разделение На вольный стандарт 2 года назад Ладно Хорошо Возможно Меня уже плавит 27 апреля Из 16 года 2 года Все хорошо Миша Видишь Так серьезно Я вижу Ты какое-то Удивление Я боюсь тебя Ты какой-то страшный И вот Об этом мы говорим О том что на самом деле Как бы Old Gods Вот вроде как Это все недавно было Пятерка Full Face Зачем меняться? Не надо На деле прошло уже Целых 2 года И скоро придет ротация карт И все эти библиотекари А именно библиотекарь Темнолесья И Вуща твари По уходят Из стандарта Ну и мы уже будем Наблюдать их Возможно на турнирах В вольном Но зато придет еще Куча всего Интересного 10 хп остается У Оранжа Все таки Бостон немножко Затрейдился В Илью трейд Он нашел в виде Размена Разрушитель АЧАР При этом Думбард Выбросил из руки Ожог Что не очень хорошо Поскольку Дополнительный урон Здесь всегда Смотрелся бы неплохо С другой стороны Трейд пошел Я думаю Что Чтобы сохранить Как раз Думгварда Слушай А я еще думаю Что на самом деле Сам Бостон Уже боится Умереть Так-то Одна развилка И ты отъезжаешь То есть на старей Счетой было 6-8-12 Ну да Свайп летал Развилка летал Сыграл надежно Сыграл надежно Все четко делает Игрок из Швеции Здесь Добирается карта Это провокация Которую пока что Сыграть раньше не может Пытается побыстрее Выйти на десятку Ну и как бы Трейдиться он обязан Уже приятная карта Приходит Бегемот Да Это стенка На следующий ход Есть возможные Электалы для Бостона Ему нужен еще один Думгвард Из Сулфайр Надо почти нереально получить В один ход Так точно Мне кажется Нужно добирать Но нет Он будет повышать статы И стать библиотекаря То есть максимум Максимум статов Сейчас зальет на стол Да И у друида Лицо просто отваливается Учитывая Что у самого Оранжа Я думаю Ты согласишься Был вполне неплохой заход Это не провал Для Джейтуля И соответственно У Дискард Зоолока Был не супер крутой старт То есть не было тех карт Которые ты хотел бы сбрасывать Не было посудных големов Не было королевы За вас Действительно так Спасает ли нас? Кстати да Спасает Ну возможно Что-то топдек принесет Очень большое количество Еще один ожог Смотри Еще один ожог Думгвард Любой в принципе Вариант Пробав на демона Кстати подойдет еще Пробав на демонов Помимо этого Тебе еще подходит Ветеран Акеруса Которая ты кинет Единичку Я думаю Что нужно Разбивать просто Потому что Можно начать Тапнемся Смотри Все дропы Которые мы назвали Стоят 5 меньше Мне кажется Сначала Ты можешь просто Отдать Если в колоде Сайленсы Нет Уверен На 90% Давай я гляну Да Сайленсов тут Нет Грубый гомункл Не то Но теперь точно Нужно разбивать Библиотекаря Чтобы добирать Карту Разбивать Библиотекаря Чтобы добирать Карту Тебя устроит Опять же Большое количество Топдеков Второй дом Гвард Второй ожог С те же Пробав на демона Лови Ожог души Приходит Это победа Ловлю Говорит Малфурион Ай Только что-то Жжет Ожог Лицо Минус Смарк Михаил Пожалуйста Перестань Меня пугать Ты какой-то Агрессивный Хватит уже Этих Контрольных Дэчек Хватит вот Этого терпильства Бостон взял Нормальный Лайнап Нормальный Пацанячий Лайнап Просто Лицо У Джейд Друида Не должно Дожить Ни в одной Из трех Игр До десятого Хода Ну в первой Из этой серии Партии Собственно Бостону Удалось Реализовать Свой Потенциал Агрессивной Колоды Ну и его идея Пока что Рабочая Ну и он Выглядит Действительно Фаворитом В данном Противостоянии Что Может Помочь Оранжу Вообще Выиграть Джейд Друидом Пожалуй Это как раз Таким Матчап С темпомагом Вот который Он сейчас И поймал То есть Если ты Отбиваешь Темпомага Стартовый стол Каким образом Играет Современным Секрет Мактемпом А как хотите Так и называйте Он тебя давит Начальными дропами Можно Темпосикрет Можно называть Темпосикрет Можешь называть Его Как хочешь Вот Как твоей душе угодно Мановирм Мановирм Раш Мэйдж Раш Мэйдж Хорошо Ну смотри Два мановирма Короче Минус Лицоуду руля Мановирм Раш Мэйдж Так будем Выименовать Дело в том Что эта колода Рано или поздно Приходит к тому Что она Уже Не борется за стол То есть тот урон Который она могла Внести Она вносит А делает Пиу-пиу-пиу Пытает загадать тебя Фаерболами Фростболтами И всевозможными Другими заклинаниями Боевыми И вот тут Как раз таки Оранжу может помочь Великолепная способность Современного друида Набирать нереальное Количество брони Гораздо больше Чем К примеру Тот же старый контроль воин Но при этом Здесь не такое Уже большое количество Брони Поскольку Это не БТР друид Все таки Здесь меньше брони Чем могло бы показаться На первый взгляд Поскольку Отсутствует Зовыч еще бы Но за счет как раз Развилки За счет ДК Все еще Вполне себе Неплохо Может сражаться Как раз С подобным темпомагом Джейд друид Согласен с тобой Я думаю Что прямо сейчас Мы дровнем секреты Через монету Сыграем Прихвостняк кабала И активируем Один из секретов Который придет И при этом Добавим атаки Мана змея Чтобы прям Эффективнее Пойти в лицо Или мы пойдем Даже в трейд Чтобы сохранить Прихвостняк Нет Мы сейчас С арканолога Доберем антимагию Александр Смотри Не работает Не работает Вообще Я может Как-то плохо Это сделал То есть Возможно Нужен какой-то другой звук Тренироваться Тренироваться Нужно Ну вот задумался Теперь уже Бостон Стоит ли Играть Прихвостняк Так ли он силен Потому что На следующий Напомним Ну это гарантированно Просто с лакеем Дива Хорошая комбинация Для внесения Трех единиц урона Поэтому он сыграет Немножко медленно Пытается кстати Вот играть Знаешь Такую выжидательную позицию Принимая Все-таки бороться За стартовый борт И возможно Эта монета Еще пригодится В дальнейшем Оранж Сейчас Мне очень Знаешь Что интересно Сумеет Он обыграет Секрет Вот с точки зрения Именно позиции Оранжа Твой оппонент Дровнул карту Вполне То есть Ты знаешь Что это секрет Вполне возможно Что он его Не может сыграть Ну потому что У него два Кристалломана Было только что Потрачено На арканолога Но когда ты увидишь Перехвостняк Абала Ты поймешь Он его мог сыграть С монетой Да И таким образом Закрыть себе Антимагию на четвертый В таком случае Это не антимагия Я думаю Такие должны быть мысли В голове Оранжа То есть соответственно У Бостона Остаются следующие секреты В колоде Это у нас Чароплет И это у нас Взрывные руны А из блок Тут не играется Ни в одной копии Соответственно Оранж Я думаю Что от этого отыграет Ну он должен понимать Если следовать Этой логике А это вполне себе Предсказуемо Что Опытный Киберспортсмен Должен читать Этот секрет Задумался Может быть Это были Хитрые какие-то Манипуляции От Бостона Чтобы запутать Чтобы получить Точно свайп Да Хитрюшка Хитрюшка Хрюшка Оранж Просто смотри Ну а свайп На предыдущий ход Тебе-то ничего Не давал По сути А сейчас Ты якобы Закрываешь Ну в любом случае Тут у тебя Есть возможность Проверить Второй идол Вылетает на стол Очень важная карта Видя слизня Есть в руке Да вот только Нечем Нечего Вернее Слизню Пока контрить Того самого Алунета Нет Еще у Бостона Сейчас бы Свайп заехал Конечно Как надо Проблема для Оранжа заключается Еще в том Что у него Картишки Заканчиваются Есть возможность Добрать С помощью Гнела Нужно находить Продолжение В деле Я не знаю Тоже чудище Древнее Пожалуйста По заказу Оранж действительно Играет абсолютно правильно То есть Можно было сыграть Сейчас В полный Размен Сыграть максимально Сейвлова Отдать гнев В ученицу И способности героя Добрать Монозмея Но Этот ход Вряд ли бы Принес тебе Хороший результат Нужен перебор Однозначно Вот пожалуйста Еще антимагия Которая также Активируется С помощью Прихвостняка балла С монетой Играется Локей медива И 3 демеджа В лицо И так ли хорош Сейчас бегемот Да Шестой дроп Но мы помним Что 50 Ну хотя бы 3-3 на столе Останется 3-3 на столе Плюс мы впитаем 6 демеджа Которые не полетят В лицо Или сыграть Тройку Плюс двойку Ну ты знаешь Что там антимагия И ты не хочешь Отдавать слизня Пока не вышел Алунет Тоже То есть ты отдаешь Слизня Принимаешься Ты лицом Представь Одна карта Которая сейчас Не играется у Бостона Если это Алунет Сейчас отдаешь Слизня И до свидания Еще одни Взрывные руны Огненный шар И полиморф Для Бостона Какой лучший Топдек будет Для Оранжа Я думаю Что это ДК ДК Второе чудище Ая Вот наверное Три лучших Топдека Чуму Нельзя Ты ее не сыграешь Свайп Нельзя Ты его не сыграешь Любые заклинания У тебя закрыты Ну да Под свайп Нет возможности Проверить Ну есть как бы Есть у нас Троечка Хотя да Троечка Кстати по мани Не Свайп Неплохо бы заезжал Ну хотя тоже Как неплохо Ты бы чистил Весь стол Кроме двух урона Ну вот непростой Ход Для Игрока Alliance Что мы можем сделать Мы должны играть Тройку и четверку Но мне интересно Как он распорядится Четверкой По идее должен быть Один добор Один армор Ну атаку давать Это понятное дело Что Бессмысленно В этой ситуации А так ли важен Один добор У тебя нет продолжения Если ты на восьмой Девятой Не найдешь ничего И будешь куковать То Маг тебя просто закидает А можешь ли ты Позволить себе Все равно Вот добор Играть с таким бордом От оппонента Возможно все таки Армор Я думаю что Если ты не найдешь чему Ты так и так проиграешь Мне кажется что нужно Играть один добор Ну видишь Все таки два армора Это более надежное решение То есть ты должен рисковать В этой степени Согласен с тобой Оранж Действительно опытный швед Решает сыграть дважды В броню добирает тем самым 12 единиц Брони 27 хп Начинает сыпаться Вновь 6 со стола Можно еще добросить 9 из руки Но выгоднее сыграть Безусловно через способность героя Через пинг Вот тот самый момент О котором мы говорили Когда маг Просто не может продолжить По столу Не за шлиму Размочится кристаллов На самом-то деле Все равно Борт какой-никакой Это 6 урона Которые прямо сейчас Вытели И Разобирая его Ты так же вынужден Лицом возможно принимать И здесь Разыгранные карты Никак не влияют на борт Единственное что ты Можешь все еще Разогнаться по мане Да И сыграть десятку На следующий ход Останешься ли ты в живых Ну а что тебя убивает Смотри 4 со стола Плюс пинг Ну как бы у тебя Вариантов Того что тебя убьют Это второй огненный шар Ну все Никакой не портал Ничего тебя не убивает Полиморф еще Да Полиморф Петроглиф Дает возможность Что-то поискать И это не урон По идее Нужно даже двойку забирать Рубин Оберег мага Который даст тебе Одно рандомное заклинание Будем надеяться Надеяться что это будет Ну просто дыхание Секрет Который будет Пугать Который просто Напугает Или знаешь Что еще Может быть Живая Ой не живая Мана Боже Тройка Которая копирует Тебе спел И делает его за 0 Не живая Мана Секреты Да 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 Секрет За три Узы маны Вот он бы тоже Неплохо зашел Сейчас Для Бостона Но это Стенки На все На все играет Ну кстати На самом деле Стенки тоже Тебе в какой-то степени Дают дамаг А именно Две единицы Поскольку Не может добраться Нефритовый Идол К одной Согласен С тобой Здесь еще Вот десятку Подъезжает Диэспорт Ну и вот уже Восемь урона Из руки Никоим образом Не сможет найти Бостон В одном Заклинании Пиробласт Пока недоступен Если ты играешь Аркейный интеллект У тебя остается Пять кристаллов Маны И ты не сможешь Реализовать Все это дело И это Переломный момент Для друида Здесь он Действительно Уже может Вырваться Просто Разорвать Цепи Оковы Сбросить И Просто Набрать еще Больше брони И забить Джайна Почему Мы только что Не поставили Деспота Да Потому что Там все еще Висит И мы не хотели Получить Две единицы По броне Если это получается Было бы Восемь Восемь И нас бы Убивал Фэрбол Да Все четко Сделано От оранжа Прям супер Сейв Но тебе В любом случае Нужно будет Что-то Выставлять Ну возможно Ты найдешь Еще что-то По броне Ты хочешь Сейчас получить Развилку Существо С шестеркой ХП Или ДК ДК будет идеально Я думаю Надо играть Второй десятка Не задумываясь Однозначно Да Не важно Что сгорит Ну как Не важно Не хочется Чтоб сгорела Та же Развилка ДК Что еще Может дать Броню По сути Все Это не тот Матчап Где ты будешь Играть На Уверен ли Оранж Это не тот Матчап Где ты В любом случае Будешь играть На фатик На самом деле Ты можешь Сейчас просто Раскидаться С помощью Берегов И у тебя Все будет Хорошо Ну то есть Тебе главное Отбить сейчас Вот этот стол И не обязательно Даже десятку Играть Для этого То есть По броне Ты главное Прожать Обилку У тебя Получается Будет 8 брони Тебя с пустой рукой Ничего не убивает Портал Лерон Ну Пожалуй Единственная комбинация Больше Наверное Ничего нет В 3 кристаллах Нет Кстати Можем Аркейн интеллект Интеллект Который даст тебе Фаербол Болт Но По одной копии Эти заклинания Уже выходило И интеллект Играется тоже В одной копии По это дело Что все Крайне маловероятно В любом случае Прожимать армор Обязан здесь Оранж И до сих пор Не может ничего Ставить Представитель Швеции Потому что Все еще есть Ловушка Активирован Так Лерой Не серьезно Если Если Я сам Что сделаешь Михаил Сожжешь Сам Сожжу Достаем Факел Лакирок Нет Нага Нага Целительница Но теперь Возможных Топдеков У Бостона Стало Поболее И все еще Закрыта Возможность Разыгрывать Существ Правда Это и сейчас И не нужно На этот стол Конкретно А может даже Пингануть в овечку Думает Бостон Нельзя Потому что Если тебе Бахнут десятку Там будет 8 хп И тогда он уйдет Из-под фаербол пинг А если Он тебе сыграет Десятку при 2 хп Он не уйдет Из-под фаербол пинг Ни в коем случае нельзя Он подумает сейчас И пинганет Все-таки в лицо Нет в овечку Все-таки в овечку Надо играть десятку Оранжа Да тоже Тут знаешь Такой байт То есть смотри Ты должен Каким-то образом Отбиваться Еще осталась Одна яшма Гнева Мы не видим Есть размах Ну то есть Лицом ты принимать Не имеешь права Он байтит На розыгрыш Какого-то заклинания Которого в теории Может не оказаться Так десятка Это идеально Десятка же Может и не быть в руке На данный момент Не, понятное дело С точки зрения Бостона Я понимаю Я вот имею ввиду С точки зрения Оранжа Он должен играть Именно десятку Но ты не можешь Поставить ни одно существо Вообще ни одно Ты отъедешь просто Лерой Носорог Думглар Кстати правильно пишут Три было Карты Которая давала Победку Да На пинг Мана оставалась То есть даже Люторог Думдра выдавал Победу Ну все равно Мне кажется Что пинг в лицо Был намного Более с его Вариантом Смотрим Сгорает развилка Неприятная Для оранжа Чудяще Еще неприятная Карта Дар природы Не важно ДК Неприятно Ну неприятно На самом деле Но вариантов Тут не было И теперь уже Подставляется Вот Оргеный шар Разносится Кристаллов До этого Он не играл Но возможно Он понимает Что все таки Нужно форсировать События И таким образом Он открывает себе Возможность Вставления существенно В следующих Ход Знаешь после чего Он решил что надо Выставлять Когда увидел Что сгорела Развилка И ДК Типа да Он уже не успеет Просто надровать И у него карты Заканчиваются Он поставил Два идола в начале Да 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 Все верно Тогда Интересная партия Линия от Игрыша от оранжа Становится Вполне Понятна И он в принципе Последователен Играется Яшма Погибает Разноющийся Кристаллов Оранжа Нужно спешить Ну все Есть один ход У босса Чтобы убить И это Портал Фаербол Так как бы все Пока Два ноль Быстро угадывай существо Угадывай существо Не знаю Два 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 Четыре шесть Куб Что Что это Это А какой два два Доппельгангстер Есть доппельгангстер А есть Призывательница Да Бомберша Которая прям Очень классный Пятый дроп Лучший Лучший Что ж Два ноль Но здесь Прям на тоненького Игра У друидов Были шансы Ну вот приятно Всегда комментировать Матчи в новой мете Когда еще колоды Не приелись Когда они Веют чем-то свежим И при этом Это находится По сути В середине Меты Текущего дополнения А виной всему Всего лишь Нерв Четырех карт Воистину Так Ну и попытка Номер Три От оранжа Но нет Это будет все-таки Не джей друид Берет своего Комбо Дракона Жреца Кстати Как тебе Зоолоки На грибомантах Знаменитые А почему нет Смотри Грибомант По сути Это такой Защитник Аргуса 2.0 По сути Не Ну как бы Логика в этом есть Безусловно Если вот как бы Разбирать эту карту Просто как бы Еще в предыдущем мете Она была бы медленная Теперь она уже Как-то Более Вот Входит В такой мидгейм Ладно Мы об этом еще поговорим Я думаю что Я надеюсь что мы увидим Подобных зоолоков Здесь у нас Скилловый мирор Мурлок паладинов На очереди Не-не-не Там приз был Прист все-таки Вообще вот Подытожив Да То есть Этот турнир По количеству колод Пока По крайней мере Из того что мне показалось Самое большое количество Это комбо жрец А Темпа маг Б Мурлок паладин 3 Все-таки Мурлок паладинов Много И при этом Смотри Не все Комбо жрецов Много Но при этом Во-первых Там отличия есть Достаточно существенные То есть Кто-то играет Без комбы То есть не комбо Дракон жрецов А таких Ну типа Темпа Тире контроль Жрецов Как минимум Одна колода Такая встречалась С пиромантами И с возможностью Там как-то зачищать И при этом Есть еще спелл Дракон жрецы Коих тоже много Да вот вообще Из интересных колод Хочу рассказать Небольшую историю Не называя имен Называй Не называй имен Вот сегодня Сплю И тут смотрю У меня звонок Код Ярославля Я поднимаю трубку И там Знаешь такой Голос Явно заплаканный Говорит мне Плач Покажите Элем Миракл Рогу От Джеки Чана Я говорю Послушай Мы не вправе Выбирать Что покажем Элем Рогу Но она же не Миракл Миракл Но она же не Миракл И плачет Все И понимаешь Я пытаюсь объяснить Она же не Миракл А там слезы Там все Не беси чеку И действительно Вот такая Боль внутри И все таки Мы надеемся Что увидим Элем Миракл Рогу От Джеки Чана Слушай Я могу даже посмотреть Не хотелось бы Конечно Расстраивать Неизвестного Инкогнито Из Ярославля Джеки Чан Джеки Чан У нас играет В какой группе Он играет В группе Б У меня плохие новости Для Инкогнито Из Ярославля Но возможно Он выйдет в плей-офф Может быть Может быть Только в таком случае Мы увидим Эту замечательную колоду От Джеки Единственное Кстати Разбойница На этом турнире Угу Причем Что удивительно Хотя Роги В ладере В принципе Встречаются И Мил Роги В принципе Популярны И Квест Роги И различные версии Миркл Вот тот же Занна-нанананан Который недавно Мелькал у нас Онлайн Вот Во время этой игры Два раза На Миркл Роги Я встречал его уже несколько раз В этом сезоне И она идет У нее довольно-таки Бодро Но тем временем Здесь отбивается Оранж достаточно Бодро Перехватывает Немножко Инициативу Тем ходом Есть зачистка Только с Озерным 3.6 Пока не понятно Что делать Очень важная карта Есть В виде четверочки Да-да, зачистка, это всегда здорово. И знаешь, что очень правильно делает Оранж? Он обыгрывает Божественную Милость. Для босса эта карта становится все более и более бесполезной. Вот Оранж отдает монету, он отдает поушно, он сливает абсолютно все для того, чтобы оппонент остался без карт. Ну, причем он четко уловил возможность наличия этой карты прям со старта. Все-таки сейчас все играют одну копию Божественной Милости. Ну, большинство, скажем так, все-таки процентов 80 на вскидку. По крайней мере, представленных на этом турнире кого-то. Турнирных однозначно, да. Кстати, у Джеки, раз мы завели речь о этом игроке, там еще есть и замечательный Энзот Паладин с комбой. Возможность комбой. Умеется в виду наличие карт Вороватой Задира, которые дают монетки под обилку ДК. Город Ярославль, население, один человек. Один человек, да. Кто из Ярославля, плюс чат, давайте развеем этот миф. Кто же звонил лебедю по ночам? Причем, я думаю, это был не единоразовый звонок, это уже как бы, ну, просто по накатанной. Ты даже уже не просыпаешься, наверное, то есть это так, ну, типа, просто машинально происходит. Кто-кто так в дверь стучит. У нас свой канал связи, у нас два стаканчика и очень длинный шнурок. Прям толстый? Очень длинный и очень толстый, да. Очень толстый, понятно. Так, слушай, что мы тут делаем? Выставляем все-таки четверку и забираем этот стол, предварительно ударив по озерному охотнику 3-4, или пытаемся выставить как-то своего сумеречного баф МХП, все-таки провокации. Но тем самым мы нарываемся на и Мегазавра, и Варлидера. Может аукнуться этот ход Оранжу. Ну и есть здесь все-таки Варлидер. Или там еще можно поставить Волномута. Ну что ж, попытка... Попытка пробиться, достучаться. Но здесь важно все-таки обыграть возможность зачистки. А ты не обыграешь. Смотри, как Оранж подставил. Отдаешь по 2-5-4, удар 3-4 в 5-6 пока. Да, да. Ну, можно типа не бить. Вот то, что предлагал в одной из партий как раз Игорь в одной, в похожей ситуации в первом матче. Но там ситуация все-таки была иная, и там можно было. Игорь, в принципе, пацифист. Если есть вариант не бить, не убивать, он всегда за. Игорь, в принципе, он, знаешь, он такой добродушный парень. Куда? Вот, вот, куда, Игорь? Вот бить или не бить? Вот не бить, видишь? Игорь опять кива-ки-ваки. Понятно. Игорь бьется головой об стол. Смотри, Бостон еще и сам подставляется. Спасибо, пишет Оранж. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. И продолжения-то нет. Оранж радуется, наконец-то он выиграет. Хоть одну встречу, и то не факт. Кстати, Оранж случайно не из Ярославля. Он, кстати, неплохой топ-дек. Сумел все-таки хоть как-то реализовать божественную милость. Игрок Краунс. Мне, кстати, всегда очень забавлял вот логотип Краунс. Знаешь, такой максимально ЧСВ лев. То есть мало того, что он лев... В смысле, лев уже изначально ЧСВ. Так просто вдумайся. Он лев, он еще и в короне. Потому что он царь зверей. И он еще и вверх смотрит. То есть, знаешь, просто пафосные животные до нельзя. Да нельзя. И вон, а как вы заговорили, Михаил. А лебедь пафосная птица? Конечно. А, представляю, лебедь в короне. Лебедь в короне? Да. Причем корона у него вот тут на плечах. То есть, знаешь, под шеей, а не сверху. То есть, не маленькая корона на голове. Коронище. А такая здоровая, вот как цепь. Можно еще пиво корона просто взять. Да, и пиво корона. В лапу, ну, в крыло. 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 Под крыло. И он ездит на девятке, так голову свою длинную высовывает и шипит, подшипливая музыке. По Ярославлю ночному. По Ярославлю ночному. Вот он, логотип этой команды, наконец-то. Александр, спасибо большое за идею. Ярославля какой футбольный клуб? Шинник писали вроде, ярославский шинник. Я могу ошибаться. Нужно как-то вот, соответственно, называть что-то с лебедем, связанное с шинником, Михаилу, мне кажется. Можно просто шинник. Шинник с тройным ша. Да. Может быть, может быть. Так. Тем временем, карт больше у Оранжа. У него есть по-прежнему возможность зачищать стол. Сейчас раскапывается какой-то дракон. Играется Вестник. Минус все Мурлоки. Живых останется. При этом только дракон сумеречный, а также, собственно, тот самый Вестник. И дальше до Бостона будет играть Хранитель Солнца. Думаю, такой у нас план. Интересно, что находит? Еще одна зачистка, либо все-таки зеро, как лейтовый дроп? Да не, зачистку. Я думаю, что зачистку. А у тебя синергии драконов не будет. Поэтому и зеро. Ну, у тебя очень много топ-деков драконов. Ну, а если топ-дек не находится, то ты остаешься с 3-3 в руке, который, по сути, уже бесполезен. То есть, Оранж играет таким образом. Он, смотри, даже сейчас не зачищает. Он видит возможность просто забрать полководца. И поэтому у тебя все хорошо. Сохраняя таким образом ресурсы. Интересный ход. Рекруты. Ну, кстати, рекруты под Тарима. Как же, на следующий ход это будет круто. Ну, это на следующий ход. Ну, вот. Но может ли ты держаться еще один ход? Я думаю, что все-таки способность героя... Хотя, может, побег на кодос лучше неспособность героя. Но если Бостон сейчас сыграет жадно, то есть, сыграет через способность героя и пушку, он будет за это наказан. Моментально причем. Если играть Тарима, нужно играть сейчас. Нужно только определиться, играть его с способностью героя или с секретом? Секрет более надежный ход. С другой стороны, опять же, зачистка. Ты возвращаешь в руку маленького бесполезного Мурлока. Поэтому максимум вэлью. Заберем все, раз, зимой. Менталя и в лицо. Агрессор. Ну, играем дракона минус стол. Предварительно ударившись в Тарима. Оранж играет зелье. Серьезно? Да, сейчас, кстати, зелье очень многие используют. Я его не видел. В комбо дракон. В листах. То есть, лира окей, это логичное решение, а вот зелье, я считаю, что не разумеет. Не-не, реально, причем это, ну, это не единоразовое решение в некоторых листах. Как-то упастил я эту карту из-за листов. По две коды играются. Ну и нужно тогда его прямо сейчас играть? Да, и так, это пробав на 2-2 плюс Дезераттл. Возвращение в руку дракона. Вот тебе, пожалуйста, кстати, дракон вернется и снова будет варить грязь. Возвращение в руку дракона. Спрятали Мурлока. Играется по вернокодам. Ну, под побег, конечно же, маскировочка. То, что нужно. А стоит ли, стоит ли, ну ты же понимаешь, что это за секрет, дорогой друг. Стоило ли бить? Стоило ли бить? Мне кажется, это была ошибка от Оранжа. И теперь ты играешь и зеро, в ответ летит мегазавр, яд и минус и зеро. Так в том-то и дело, у тебя было бы на старе 4-12 и 5-5. Ну что сделает тебе оппонент этим мегазавром? Напугает? Ударит тебе на 5 в лицо и оставит 18 хп? Серьезно? Ну он теперь вынужден играть и зеро. А ведь действительно может быть наказан Оранж за такую поспешную. Наказан. Ну что же, Хардстоун справедливая игра, как считательных игроков. Да, наказан. Верим. Наказание. Изи вообще сейчас не придет яд. Знаешь, я представляю в этот момент Бена Брода, который сидит... Не-не, он сидит на троне, знаешь, и как раньше так выставляет вперед палец, и если потом это вверх... То и зеро живет вниз, и зеро умирает. Неплохо, неплохо. И куда же устремится большой палец Бен Брода? Ну смотри, Бен Брод, он похож, я думаю, ну вот можно стилизовать с этим логотипом команды Краунс, все-таки одного из главных разработчиков Хардстоун, поэтому яд должен быть все-таки. Думаешь, яд будет? Ну, Игорь, яд будет или нет? Нет. Игорь говорит нет. Я тоже думаю, что да. Давай да, окей, я скажу да. Да, 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 я тоже думаю, что да, 2-1. Уверим. 2-1 и так, друзья. Момент истины. Легчайший, судя по скорости выбора. Наказан. Это было очень легко, по-моему. Ну это серьезно, это легчайший вообще выбор, но это все равно не спасет Бостона в этой игре. Потому что... То есть это сугубо как элемент наказания. Причем, да, наказание, которое на самом деле устраивает обоих игроков, то есть и одному и другому это нравится. А как называются такие процедуры? Хардстоун. Согласен. Теперь мы хотя бы знаем, как игроки должны одеваться при игре в Хардстоун, чтобы наказание было... Обоюдно... Обоюдно приятным. Ну подожди, еще не все потеряно. Здесь трейды, здесь печать королей. Конечно же играется молоточек, который еще двух рекордов принесет. Или не играется. Или не играется. Да нужно играть уже, нужно на все прям спешить. На самом-то деле, еще игра не сделана. Другой вопрос, что у Оранжа чаще топ-деки будут сильнее, чем у этого Мурлок Паладина. Ну, у этого Мурлок Паладина, то есть, в принципе, лейт очень-очень бедный. Как мы уже неоднократно говорили, колода Мурлок Паладина, наоборот, сейчас все больше походит на какую-то агроколоду, нежели на мид. Тут, в принципе, уже давно не играется тот же Тарим. Выбыли из пула такие карты, как Костяные Кобылы. Хотя они даже в последних редакциях не играются. Пожалуй, лучшим для Бостона сейчас будет эта Мурлинзя. Возможно, возможно, это будет к оружию. Да, как раз таки для того, чтобы проспамить стол. А вот тут вопрос, сколько вообще выходило ранних дропов первых, вторых? Слушай, ну много выходило, но в любом случае осталось еще несколько. И как минимум провокации 1-1. Как минимум Мурлоков еще пачка штук 5-6 там точно имеется. Ну, пожалуй, тогда к оружию лучше даже будет. Вот, нежели Мурлинзя. Ну, давай смотреть. Просто Мурлинзя легко обыграть. В том-то и дело, он может сам по себе даже не нести импакта. С другой стороны, вместе с молотком, может быть. Ну, смотри, кстати, Бостон тоже интересное решение. Он решил не играть молоток прямо сейчас. Приберечь. Сохраняет интригу. 4-2, вау. Знаменитый Дракон 4-2. И то, что Бостон не показал молоток, сейчас для него будет однозначно в плюс играть. Идем ли мы Мурлоком в размены? Ну, если и размениваем, то даже, наверное, не 3-5, я бы менял, а 3-3. Ну, мне кажется, что он играет именно от его Ешки. Второй. Слушай, а так-то у Оранжа, вот эта колода комбо-жреца на топ-деках, просто отвратительно. Ну, смотри, я просто почему. 3-5 он хилить не мог, допустим, не мог про баф и набрасывать. Есть. А так, ну и карту добирается. Понятно, что статов ты как бы убираешь немножко больше, но мне кажется, все-таки размен именно 3-5. Слушай, а пироманта нет у Оранжа? Точнее, 3-3 было бы, нет. Вот одна копия пироманта. Пиромант есть только, по-моему, в одной колоде, и это без комбы. То есть это колода такая более тяжелая, тоже с всем запаком драконов, еще с Изерой в лейте. И там целых два пироманта играются. Но это явно не у этого драка. Немоту находит. Немота, кстати, это весьма годно. Мегазавр второй. Нет, объединяющий клинок. Ну, 100% нужно. Ну, нужно забирать клирика. Слушай, а может мы просто схватим... Мелочью в лицо. Да, объединяющий клинок, разобьем клирика и 4 отправим в фейс. Нет, отдадим рекорда, похоже, что... Ну, пытается тоже играть в элю, сохранять пушку. Ну, тогда не показываем оружие, идем в лицо. Ну, типа он делает вид, что думает над разменом. Я уверен, что он тридится не будет. Да не, ну отдать сейчас трех мурлоков в 3-3, это просто безумие. Дай мне думать. Мы любим, конечно же, безумие, но не в этот раз. Топдек для оранжа. Нужны просто статовые существа. Слабый топдек. Просто ужасный. Внутренний огонь тут вообще ничего не делает. Ну, смотри, можно внутренний огонь набросить на Мурчидина. Мурчидина. Рекрута. Мурчидина. Чё? Выбирай. Вот на любого из них набрасываем внутренний огонь. Не зашла шутейка, Михаил. Можно набросить свой драконида 6-6. Но это все бесполезно. Нужно тридеть двух мурлоков. Или идти в лицо. Я думаю, идти в лицо. А может 3-3 отдадим в трейд, а 5-6 пойдем в лицо? Почему? Ну, смотри, так мы типа, во-первых, сетапим летал и вынуждаем оппонента. Хотя нет, не сетапим еще, да? Будет еще 2 офф. Но 2 можно найти. Если мы накидываем внутренний огонь, мы сетапим летал. Казалось бы, единица атаки дополнительная. И мы таким образом прям заставляем оппонента трейдиться. Наверное, даже нужно бросать огонь на шпиона. Какой смысл в трейде? А вот хочется человеку. Вот кто ты, чтобы... Нет, я не вправе ему запретить. И тут просто 3 топ-дека пушек. А это, кстати... И это идеально просто. Боже мой. Как же Бостону здесь фартит с именно выбором неопознанного молота. Он сможет набросить... Мы хотели сказать, Александр, просчитано. Да, конечно же. Не везет, а просчитано. Скилл попер наконец-то, ребята. И так, теперь можно всем существом на старе дать божественный щит. И пробафать на 1-1. И тут уже трейд все-таки со стороны Оранжа тоже выглядел круто. Как же Оранж прочитал возможность вот такой вот комбинации карт? Хотел бы отметить. Вот так вот. Это вам не просто зеленые картонки бросать. Это вам не двойной келесет, как говорится. Глазастик 3-3 в лицо. Как у нас писали в чате. И вот теперь мы, я думаю, все-таки меняем сразу же пушку и трейдимся с... Мы забираем весь стол. Думаешь, вообще весь стол? Конечно. Три существа убирают 5-6, лицо убирает 3-3. Ну, безусловно, ты таким образом сохранишь бурчанинов. Если ты не забираешь 3-3, то он тебе просто долбанет по Мурлоку и отхилится. И при этом... И при этом у тебя уже не так много здоровья, чтобы рисковать таким образом. Да, абсолютно верное решение. Вот смотри, теперь если бы он не забрал его, он мог в теории быть наказан. Раскопай внутренний... Точнее, не внутренний огонь, а божественный дух. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. 3-0. Пам-па-бам. 3-0. Пам-па-бам. Хотя, казалось бы... Ой, еще и зов армии. Я думаю, нельзя играть. Чтобы не подставляться. 8-11. Нет, ты не стапишь летал, нужно играть. То есть, можно было бы не играть с этапа, ты летал. Нормально, еще один бабл. Зелье драконьего огня тут не играется. Слово, этим ужас тут не играется. Пиромант тут не играется. Тут не играется ничего. Только ПВШ накинуть куда-то. Поискать еще одну карту, которая не даст тебе ничего, потому что зачистки у тебя нет. У тебя зачистка дает только комбинация драконов. Вот тебе и партейка. Вроде как, для Оранжа все развивалось вполне неплохо, но Бостон сумел зацепиться за этот стол, Бостон сумел зацепиться за эту игру. Эта партия интересная, но хотя, по сути-то, и Друид против Темпа Мага была интересна, и была интрига. Здесь тоже интрига сохранялась до последнего момента. Да, это поражение. Ну, Сайленс еще, по-моему, дает тебе возможность пожить один ход. Сейчас посмотрю, сколько ХП у Оранжа, но мне кажется, что нет ли того на столе. А толку, у тебя нет карты, которые на следующий ход также зачистят борт. Да, потому что тебе не пришел дракон. То есть был бы сейчас один вот не прислужник сумеречный, а дракон. В теории у тебя еще сохранялся шанс найти зачистку. Соглашусь. Ошибка с Эзерой зарешала, да? Да, Оранж наказан. Да, да, да. Причем не ошибка с Эзерой, а ошибка с разменом под секрет. Конечно, то есть там во время хода с Эзерой была ошибка, а не ошибка в самой Эзерой. Сама Эзера, так как выбор существа с историкой, это вполне нормально было. И это, кстати, знаешь, из-за чего? Из-за того, что он написал Greetings. Вот тогда. Добейкался. БМ наказан. Слушай, если летал. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16. Летал, а нет. И дело в том, что вот этот парниша 2, 8 может тебя и ушатать. Если найдется немота. Или немота. Или зелье безумия плюс комба. Вот в том-то и дело. Но мы-то видим, что не ушатает. Да, Внутренний Огонь действительно бесполезная карта в данной ситуации. Абсолютно. Ну, хотя, знаешь, что еще? Второе слово Силы Щит плюс немота может выиграть игру. Смотри, слово Силы Щит на прислужника немота в стенку и нерфаер летал. Ну нет, Александр. Не выйдет так. Оранж проигрывает себе партию. А, ну, кстати, немота-то выходила уже. То есть даже в такой ситуации он не мог бы сделать. Нет, ее только что предлагали на раскопке. И он ее взял с раскопки. Значит, это в другой партии все-таки было. То есть, ну, в теории такой сценарий был возможен. Вполне. Вполне был возможен. И, возможно, все-таки тогда стоило Бостону один раз удариться. Хотя один раз не помогало хил. Он тебе его отхилит. Да, два раза нужно было удариться. Даже три. Но можно было это сделать. У тебя все равно сетап летала происходил. Ну, ладно. Это все равно уже лирика, что называется. Бостон выигрывает у своего соотечественника и хорошего товарища. Выигрывает в сухую. Пока что обе серии, которые мы посмотрели, заканчиваются счетом 3-0. И поздравляем Бостона, представителя команды Crown. С выходом в плей-офф он уже идет отдыхать, чтобы завтра с новыми силами побороться за путевку на чемпионат мира. Именно так. И хочется отметить, что в предыдущем Бостону 5 Оранжу действительно зашло на Джейд Друиде. И там был не настолько страшный лайнап у оппонента. А тут Джейд Друид не оставил никаких шансов Апельсину. Потому что две игры он проиграл ему подчистую. А в третьей игре он даже не успел выйти в активе от Оранжа. Но отмечаем в очередной раз, что Оранж, в отличие от первого матча против Моррисона, где в принципе не было никаких вопросов к игроку Alliance, здесь в финальной игре все-таки допустил ключевую ошибку, которая по сути стоила ему партии. Я уверен на процентов 80, что даже мне кажется на 90, что сыграя он тогда правильно, он бы выиграл игру. Тогда у него было преимущество. Сезера его оппонент сделать ничего не мог. Тарима там не было, и следующим ходом был внутренний огонь, который вообще приносил летал. Поэтому, друзья, вот так развивалось у нас событие в этой партии. Не ошибайтесь и не придется как-то потом пенять на кого-то, на заход, не заход. Что-то не ошибается никогда. Я говорю Оранжу. Стримерам, которые нас смотрят. Я говорю самому себе, чтобы я потом это посмотрел, возможно, когда-нибудь. Мне покажут. Давай вместе скажем. Хором Саше не ошибайся, давай. А Миша можно ошибаться? Давай и Саше, и Миша не ошибайтесь. Саша и Миша не ошибайтесь. Так что, друзья, мы уходим на небольшую паузу. Будем надеяться, что в этот раз пауза не будет столь продолжительной. Вы захватываете. Не будет. Далее просто хотелось бы рассказать, что мы посмотрим матч лузеров в группе С, затем решающий матч за выход из группы. Где встретится Оранж против победителя пары Моррисон. И с кем играл у нас Бостон? Кого он обыграл? Бостон. Сейчас прямо расскажем. Может, у Игоря под рукой есть. У меня не под рукой, но недалеко. Ну, вон, у Игоря под рукой есть. С Затаро. С Затаро. Итого. Мы сейчас уходим на паузу. Далее Затаро Моррисон. И победитель этой пары. Затем с Оранжем. И лузера уже на вылет с турнира. Проигравший. И лузера уже вот сейчас матч на вылет с турнира. Именно так. А далее потом переходим к матчам группы Д. Но это будет во второй части эфира. Остаемся на...